Вы слушаете канал жаж.клаб. История возникновения. История Сундиата – неприходящий западноафриканский эпос. Рассказчики по всей Западной Африке декламируют эпос о Сундиате уже более 700 лет. История Сундиата – это история настойчивости, завоеваний и культурного богатства. Это, пожалуй, самая известная эпическая поэма Западной Африки. Во все времена и в разных культурах рассказывались и пересказывались истории о великих героях, грозных злодеях и захватывающих приключениях, и западноафриканские общества не являются исключением. На протяжении более семи столетий профессиональные рассказчики, известные как Гриоты, устно передавали сказки о Сундиате будущим поколениям. Сюжет неизбежно изменился со временем и зависит от рассказчика, но основные элементы в значительной степени сохранились. Несмотря на большие изменения, произошедшие в мире за последние семь столетий, подвиги частично исторического, частично легендарного Сундиата Кейта продолжают очаровывать людей. В основе эпоса о Сундиате лежит рассказ о триумфе и культурном богатстве, который может оценить каждый. Сундиата и роль Гриотов в западноафриканской культуре Прежде чем углубиться в историю самого Сундиата, необходимо немного рассмотреть роли, которые Гриоты, называемые Джали на местных языках манди, играют в западноафриканских обществах. Джалевы наиболее известны как рассказчики и музыканты, официально играющие на таких инструментах, как двадцати однострунная кора. Однако роль Джали не ограничивается музицированием и декламацией эпических сказаний и пословиц. Джалев также ведет родословные важных семей, запоминая их и передавая будущим поколениям из уст в уста. Этот метод записи истории известен как устная традиция. Без постоянной практики Джалев большая часть истории Западной Африки была бы потеряна для людей сегодня. Подобно кастовой системе в Индии, этническая группа мандинка в Западной Африке долгое время поддерживала стратифицированные системы социальных отношений. Исторически так сложилось, что не каждый мог стать Джалевым. Вместо этого Джалевы унаследовали свои роли от своих родителей. И сыновья взяли на себя занятия своих отцов. Эта кастовая социальная система сохранилась и в двадцать первом веке. Но в целом она уже не так сильно, как раньше. Фото, the collector.com один известный современный гриот. Секу Кейта из Сенегала. На самом деле происходит от смешанного гриотского и королевского наследия. Его отец родился в клане Кейта, восходящем к самому Сундиати, а его мать происходила из рода гриотов Сесокха. Хотя еще слишком рано говорить наверняка, в будущем больше людей, не являющихся гриотами, могут стремиться изучить искусство Джалев. Сколько существует версий истории Сундиата как устная традиция, сказка о Сундиате рассказывалась веками, но не записывалась. Лишь сравнительно недавно, в начале ХХ века, ученые начали записывать эпос перомы на бумаге. Из-за этого значительного временного разрыва между Малийской империей и сегодняшним днем в опубликованном формате существует более 60 версий истории Сундиаты. Некоторые версии сохраняют первоначальный поэтический стиль эпоса, другие переписаны и переведены в романную форму. В любом случае, переводчики эпического произведения следят за тем, чтобы оригинальные темы истории Сундиата были сохранены в максимально аутентичной форме. В этой статье рассматривается наиболее известная опубликованная версия сказки, Сундиата Джибрила Тамсира Ниана, эпос о старом Мали. Эпос, рассказанный Гриотом по имени Мамаду Куэте, был первоначально опубликован в 1960 году, а затем был отредактирован в английском переводе в 2006 году. Пришествие охотников независимо от того, какую версию истории читать или слышать. Эпос о Сундиате – это история пророчества. История начинается с прибытия в средневековой Мали двух охотников, которые недавно убили женщину-бизона-оборотня, терроризирующую землю-да. Женщина согласилась быть убитой при условии, что охотники вернутся к королю-да с ее хвостом. Зная о грядущем пророчестве, женщина попросила охотников взять у правителя горбатую женщину-пэ. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.